Украина пустеет. Из страны в срочном порядке уезжают американские, британские и канадские военные. Часть дипломатов и их семей на выходных отозвали Чехия, Латвия и Япония. Американское посольство почти в полном составе переехало из Киева во Львов. Сербия призвала своих граждан покинуть страну. Турецкие авиалинии разрешили клиентам сдать или поменять билеты на Украину. Норвежские приостановили полеты над украинской территорией. Не дожидаясь полного закрытия неба, страну покинули олигархи Ахметов и Пинчук, сообщает Украинская правда. Киев получил от Литвы еще партию стингеров. Песков анонсировал некую доработку российской внешней политики. На этом фоне инвесторы побежали из России. Отток капитала за неделю больше 80 миллионов долларов. Это максимум с начала года. Мосбиржа рухнула на 4,5%. Доллар вырос до 77 рублей. В районе Курил на выходных во время плановых учений по поиску подлодки была внепланово обнаружена атомная подводная лодка США типа Вирджиния, сообщает ТАСС со ссылкой на военные источники. Против корабля были применены некие спецсредства. В американских ВМС инцидент отрицают. Путин поручил импортозаместить науку. До 1 июля профильным министерствам нужно придумать, как заменить иностранное оборудование отечественным. Сейчас его доля не превышает 20%. Кроме этого, президент требует подготовить новые кадры. Сейчас из страны уезжает примерно 70 тысяч ученых в год. Доля России в мировых изобретениях меньше процента. Отставание от США и Китая, по данным Вышки, в 10-14 раз. Штаты тем временем призывают к импортозамещению своих производителей чипов. Как заявили в Белом доме, санкции против России могут вызвать ответные ограничения, которые коснутся критически важного сырья, в том числе неона и палладия. По оценкам аналитиков, штаты на 35% зависят от российского палладия и на 90% от украинского неона. Туркменский президент Берды Мухаммедов решил дать дорогу молодым. В марте в стране пройдут в неочередные выборы главы государства. Впрочем, коммерсант со ссылкой на местных политологов пишет, вероятнее всего дорога будет дана сыну Берды Мухаммедова Сердару. Сейчас он занимает пост вице-премьера. После едва не случившегося дефолта Роснано власти проверят еще четыре госкомпании. В списке российский экспортный центр, корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, экологический оператор и туризм.рф. Как сообщает ТАСС, перечень может быть расширен, и по итогам проверки будет определено, кому сколько денег из бюджета давать и давать ли вообще. Минсельхоз снова недоволен ценами на прилавках. Торговые сети снизили наценку на ряд продуктов, но ограничились только товарами собственных марок, а этого недостаточно. Теперь в планах срезать наценку на те продукты, которые пользуются наибольшим спросом, включая товары от «Данон», «Пепсико» и «Фацер». Продавцы ожидаемо против и грозят дефицитом. Бастрыкин вступился за мигрантов. В погоне за прибылью работодатели создают для рабочих невыносимые условия и лишают их прав, заявил глава следкома в Совете безопасности. Это, по словам Бастрыкина, и провоцирует рост преступности. Для добросовестных предпринимателей нужны стимулирующие меры, а для мигрантов усиленная интеграция, заключил Бастрыкин. Минкульт ошибся со скрепами. Проект указа о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей подвергся критике со стороны культурной элиты. Около 30 режиссеров и продюсеров написали главе Минкульта Любимовой, что предложенные меры угробят отечественное кино и сериалы и снова развернут зрителя в сторону зарубежных картин. Указ, предусматривающий лидерство России как хранителя традиционных ценностей, отправлен на доработку. Российских фигуристок убрали с пьедесталов. Из-за допингового скандала вокруг Валиевой Олимпийский комитет решил, награждения призеров командного турнира не будет. Самой Валиевой разрешили выступать, но если она попадет в тройку лидеров в одиночном катании, церемонию награждения тоже отменят. В медальном зачете Россия на шестом месте. В Бразилии за январь вырубили в пять раз больше леса, чем за тот же период прошлого года, сообщает BBC со ссылкой на спутниковые данные. За месяц уничтожено 430 квадратных километров, это максимум с 2015-го, когда начались наблюдения. Экологи винят Болсонару. С 2018 года он сокращает господдержку лесов Амазонии и зазывает туда бизнес, уверяя инвесторов в том, что массовая вырубка не является проблемой. Участие в митингах реабилитации не подлежит. Согласно решению Конституционного суда, наказание за акции протеста нельзя пересматривать, даже если Европейский суд по правам человека считает осужденных невиновными. Между тем продолжаются протесты жителей Троицка против вырубки леса. В выходные там произошли первые задержания. 14 активистов предстали перед судом по статье «Неповиновение полиции». О том, как развивались события, смотрите «Злобу дня» от 13 февраля.